Украина. Россия. Болевые точки. Вспоминая те события, Мамчур говорил Латвийскому радио 4, что его люди были просто психологически не готовы стрелять в россиян. Часть срочников была набрана в том же Крыму и разделяла сепаратистские настроения, часть опасалась, что ответными действиями спровоцируют вступление России в войну. «Мы никогда не рассматривали россиян в качестве стратегического противника, у нас, собственно, и оборонной стратегии не было», — говорил Юлий Мамчур. К 2020 году армию Украины планировали полностью перевести на контрактную основу. С реформой и модернизацией не спешили. На март 2014 года, по официальным данным, военно-воздушные силы страны насчитывали до 25 тысяч военнослужащих, военно-морские — не более 15, а в сухопутных войсках числилось 41 тысяча человек. Боеспособных солдат среди них была примерно половина. По оценке экспертов, общий перевес России был более чем десятикратным, а по некоторым позициям просто несравнимым. К быстрому развертыванию на Донбассе была готова только сухопутная группировка в 6 тысяч человек. В так называемом народном ополчении ДНР людей было примерно в два раза меньше, но через брежь в государственной границе сепаратисты получали от восточного соседа помощь людьми и оружием. Киев издал приказ о всеобщей мобилизации. В помощь армии создавалась Национальная гвардия — силовая структура МВД, на которую были возложены функции по охране границ и правопорядка. Но основная тяжесть вооруженного конфликта легла на плечи бойцов территориальных батальонов. Их формирование шло на базе районных военкоматов, но люди называли их «добровольческими». Часто их действительно формировали из добровольцев. Активисты гражданского сектора собирали пожертвования на закупку вооружения, амуниции, за свой счет привозили на передовую еду и лекарства. И регулярная армия, и добровольческие батальоны пользовались поддержкой народа и держались за счет высочайшего боевого духа. Мы видим сегодня это на Украине, но украинская армия совсем другая. Завтра мы расскажем о ситуации с украинским и русским языком на момент начала конфликта на Донбассе. Анна Строй. Латвийское радио 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова